Я, я заказал себе красную, ярко-алую сумку кровянистую такую, знаете? Так хочу и не могу прям вообще. Не могу больше ни о чем думать, кроме нее. Сука. Малушка! Я не Золушка. Я залупа. Знаю, ребята, мне кажется, чисто мои, нет? Они чем-то отдаленно смахивают на вот эти? Но нет, здесь оправа другая. И вообще, на модели, на фотографии я вам специально сделала в магазе, ей не шли. Мне кажется, мне больше идут. Сейчас прикреплю. Ну что, вы готовы? Барабанная дробь. Очки, которые похожи. Ой, как и все мои остальные друг с другом, но в них конкретно я влюбился только из-за этой вот дужки. Мне очень уж нравится, сейчас покажу. Слушай, это рубрика Морем Билайка, и настроение на сегодня... Женщина в красном, дай нам несчастном. Ой, я бы вам дала, но я занята. Сигаретки нет. Настроение. Утро говно. Вот сигаретки нет тут с утра, вот это утро сразу же все. Забыть обоссать. А вы вообще можете, да и мальчики в принципе тоже, представить эту пиздец всю ситуацию? Вот моя жизнь в одном флаконе, послушайте. Вы стоите после работы на перерыве, курица с сигу, дом на вафлице, и тут подъезжает красная машина. Из нее говорит, вот это, в красной кепке, полукрасном пиджаке, красных кожаных лотинах, красных маркса, красной сумочкой. И говорит, малыш, заправь меня на тысячу. Ну это просто, блядь. Это просто пока. Я вот иногда смотрю на себя со стороны и думаю, как вообще дела? Все хорошо. Не пора в Кащенко еще, нет? Ага. Ну ладно. Ну если что, пиши. И вот я вам сижу, всегда рассказываю, а мысленно пытаюсь понять. Хуй так потно-то. А у меня и жипогрейка включена, а я в кожных штанишках. И в машине плюс 40. Газа, заебись. На самом деле, закрой свой рот. Закрой свой рот. Я тебе говорю, закрой свой рот. Не бейти меня. Хватит пикать. Мне налево, заяк. Заяк, мне налево я подрежу. Извини, пожалуйста, это ужасно. Извини. Бог простит. Не знаю, зачем я выебываюсь. Меня погоняло Леха Пятихатник. Потому что тысячу всегда жалко на бензин. А 500 вроде как, знаете, но не так уж и дорого. Ну ладно, последнее время на тысячу, честно. Но обычно на 500. Девушка со мной на заправку зашла и говорит, третья колоночка на 5. Я думаю, малыш, на 5 тысяч? Я за такие деньги убиваю. Может на 10? Коли денег жопой жую. Еще в багажник возьмешь с собой? Кто заметил, как за три дня у меня располнило лицо? Ты? И ты, да? Ага. Все, все лишние килограммы, вот на вас кто заметил. Валер, ну какой пиздешь, а? Ну ты мерстишь, малыш. Не надо так делать. Я проехал по вороту. И мне треть километров нужно будет ехать в сторону Хуево-Кукуево, потом разворачиваться и ехать обратно в сторону города. Судьба меня к этому не готовила. Зачем мы тут обсуждаем на повестке дня, пока я еду? Обсуждаем мое умение делать вот так вот глазом, да? Я могу и вот этим так делать. И бровями еще могу двигать в разные стороны. Вот так, смотрите. Ну, у меня просто ботокс отошел, могу показать. Ну, не до конца, конечно, но тем не менее. Вообще, я не люблю это все. Мне нравится, когда лицо в одном положении, оно не двигается. Это я люблю. А мимика, от нее лишние заломы на лице. Пизду ее. Пизнаюсь вам честно. Мне нравятся переколоты и люди. В этом есть какое-то обаяние и шарм. Они только еще смеются, знаете, да. И лицо просто не двигается. В этом что-то есть, в этом что-то есть. Я всегда залипаю, смотрю и думаю, бля. Тут в один торговый центр. Он у нас в Питере лет 10 назад считался пиздец каким премиальным. Все первые костюмы Джесси Кутюр, все там всегда было. Ну, и думаю, я свяжу свою, так сказать, юношескую молодость прошедшую. Память. Самый главный минус жирный. Это то, что мне всегда все написано на лице. Если мне кто-то или что-то не нравится, это сразу все. И она стоит мне с такой, знаете, душой русской. И втирает про качество кроя, материалы, цветовую палитру. Турецкая долго носить будет рубрика. Я говорю, да. Вот с таким лицом. Прям написано, еб твою мать, какое говно, заткнись. Помните эту песню? Это моя самая любимая песня. Я вам сейчас расскажу, откуда все повелось. И... Она у меня может играть на повторе. Короче, было мне лет 9. Это рубрика «История взросления Писы». Вы меня так не называете. Я так могу этим называть. Хотя мне похуй, может, не называют. Ну, так вот. И сидели мы с бабкой. Мне лет 9-10 на даче. Царствие небесное. Смотрим сериал. И я попал именно на этот момент, где Вера Фишер, то бешеветь, то бья. Под... Именно, как говорят, на этот момент. Под виничном платье. Со слезами на глазах. Выходит замуж до нелюбимого. И смотрит на львеночка. Которая ее, как бы, взглядом сопровождает. И я понял, что это я. Вырастут, и это точно я. Королева драмы. Поэтому рубрика «Трагедия» у нас каждый день. Боже. Обожаю. Я тут еду по делам. Как бы в такой район, в котором ни разу еще не был. Могу сказать, что он мне уже нравится. Это вообще вкус. Временем, вечер перестает быть томным. Меня просто не увидел КамАЗ. Просто въебался мне вот так вот сюда. Как вам вот это... Просто, знаете, нахуй нонсенс. Я вышел из машины. Такого отборного количества мата, сколько... Вот просто ни одного русского слова у меня не нашлось. Все, что у меня вот словарный запас мой богатый, вот весь пошел. Он в шоке. Я говорю, вы вызвали ДПС? Не, я ищу знак этот аварийный, чтобы поставить. Я говорю, какой нахуй знак? Я говорю, у меня что, время резиновое, ебать? Я говорю, вызови сначала, а потом ставь, ебту. А какой номер? Я говорю, в плане. А где мы стоим? У меня такое ощущение, что я в театре абсурд. Я просто не местный. Я понимаю. Жизнь тебя к такому пиздецу не готовила. Но, как говорится, беда не приходит одна, пиздец нагрял внезапно. Гнет свою линию, ребят. Разговаривает по телефону на улице. С правым ряду все было свободно. Я не знаю, откуда он вылез. Смею предположить, что из мамкиной пизды, наверное. Не знаю, откуда я мог вылезти, действительно. Чтобы вы понимали, я еду 25 километров в час. Мне сигналят просто все. А знаете почему? Потому что у человечка нету... У человечка нету навигатора. И я, собственно, везу его к месту ГАИ. Это вообще все охуительно. Это вот прям все вот заебись, знаете. Девочки, да ладно, я не расстраиваюсь. Ведь главное, это что в этой жизни? Правильно, мои хорошие. Правильно, мои курочки. Главное, что в ГАИ и с новой сумочкой. На остальное похуй. Ну, знаете, что хорошо еще? Мне попались такие приятные и добрые сотрудники ДПС. Дай Бог им здоровья. Все быстренько сделали. Все объяснили. Че, как. Вообще молодцы. Вообще молодцы. Субтитры сделал DimaTorzok